Вот уже в 14-й раз Сергей в посад съезжает со всех, кого объединил Виктор Григорьев, легендарный тренер по боксу, мастер спорта СССР, воспитавший немало победителей турниров и чемпионатов различного уровня. Спасибо всем товарищам, ребятам, спонсорам, которые помогают. Спасибо администрации города и района, нам тоже всегда помогают. До США, так сказать, помогают. И вот со всеми вместе, так сказать, мы уже до 14-го турнира дошли. Значит, ребята к нас и наши растут, у нас тоже, как бы, поскольку вы знаете, уже школа ЦСКА открылась, ребята растут, что нынче много будет выступать и наших ребят. Значит, и проезжают все Подмосковья постоянно одни и те же. Кто-то тренеры с Виктором вместе выступали, так сказать, а сейчас тренеры работают, привозят постоянно. Ну и город у нас такой, так сказать, можно сказать, что люди едут постоянно к нам. Я бы хотел и тонус поблагодарить, постоянно его присутствовать, постоянно как бы пропагандировать спорт, ну и в частности бокс, привозить, так сказать, спасибо вам, руководителям вашим, так сказать, спасибо. Александр Дугаров помнит Виктора Александровича еще по армии. Вместе служили. Ну, с Виктором мы познакомились в 1974 году. В декабре я призвался в спортивную роту Московского военного округа, в Лефортово, которая тогда была. Я пришел, помню, в казарму, а Витя был, я был рядовой солдат, только призвался, а он сержант такой солидный, уже год отслуживший, ветеран Советской армии вооруженных сил, такой авторитет был. Он старше меня на год. Ну, мы отслужили, боксировали сколько вместе. Виктор был прекрасный человек. Мы сдружили с семьями, жены наши, я вот приезжал к нему сюда. Ну, я остался в армии, а он ушел. Вот в ЦСКА служу до сих пор, ну, с Витей часто встречаюсь, ну, так он безвременно ушел. И сын его у меня потренировался, он успел его привезти. Дениска стал у меня мастером спорта по боксу тоже. Поэтому, ну, очень жалко таких людей. Настоящий товарищ, друг, надежный был. Поздравляю вас с началом 4-го турнира. Желаю всем ярких, красивых боев и побед. И самое главное, как учиться хорошо и стать хорошими и боксерами, и настоящими. Удачи вам всем. Боксерский турнир памяти Виктора Григорьева год от года набирает силу, привлекая новых участников из разных городов Московской области. Поприветствовали участников соревнований почетные гости турнира. Поздравляю вас с началом этого большого спортивного праздника. Желаю честного бою победить, а выиграли по любому спорту. Поздравляю вас. Бойцы, я вам желаю удачи, удачи в боевах, красивых и показать себя на линии. Мы хотим поприветствовать всех гостей, студий и участников этого турнира. И пожелать всем ребятам, участникам турнира, красивых боев и побед. Поднять флаг соревнований в этом году доверили чемпиону Московской области кандидату в мастера спорта Сергею Пассацию Ивану Зиновей. После официальной церемонии открытия начались соревнования. В первый день турнира проходили полуфинальные бои. Я думаю, бокс это не драка, искусство. И заниматься боксом только для драки нет смысла. Это для защиты, для девушек защитителей, родных своих. Это, во-первых, мужской вид спорта. Тут в ринге показываешь свою гордость, свое достоинство. Ты просто выступаешь за команду, за самого себя. Сложно было победить? Да, но это задача, которую можно было сделать и лучше. Я целый лет не тренировалась, вот результат. Можно было и лучше, конечно. Почетный гость турнира, чемпион Олимпийских игр Олег Григорьев уверен, что такие турниры тем и хороши, что дают возможность спортсменам, что называется, себя показать, других посмотреть. Сергей Пасса славится своей боксерской школой. Да, есть зал, есть способность. У них в дальнейшем, я думаю, что будут хорошие боксеры. Если будут, то регулярно тренироваться и заниматься серьезно. Я думаю, что и ЦСКА поможет в каких-то весовых категориях и своими боксерами. Потом опыт, может быть, покажут свой. В ЦСКА хорошие боксеры. Тренеры очень хорошие, серьезные. Работают много. И молодцы. Я просто удивляюсь и желаю им успехов. Московская областная дума старается поддерживать и развивать бокс Сергием Пассади. И в этом году для спортсменов депутата подготовили памятные призы. Очень важно проводить максимальное количество различных соревнований, потому что важен не только тренировочный процесс, но и турниры, соревнования, когда ребята равняются друг на друга. И именно за счет этого достигается какой-то профессиональный личностный рост. Но для того, чтобы поднять бокс, в России до золотого советского уровня не хватает одного, но самого важного, считает организатор турнира, мастер спорта по боксу Сергей Иудин, соответствующий в отношении власть придержащих. Но в последние годы, считает Сергей, ситуация кардинально меняется в положительную сторону. Залов сейчас очень много. Вот это хороший зал. В то время, когда мы занимались, выступали, это 70-е, начало 80-х, в то время залов не было. Мы занимались, можно сказать, в комнатушках. Но было желание. Нас на сборы посылали бесплатно. Вот я рос без мамы. Меня отправляли все на сборы. На сборах я приезжал, за нас платили и за еду, и за проживание, и за проезд. И все. Можно было только заниматься спортом и думать только о спорте. А сейчас об этом, сейчас трудности с этим делом. Второй день турнира прошли финальные бои. Среди финалистов, конечно, были Сергео Пасадцы. В поединках участвовал и знаменитый Сергео Пасадский спортсмен Евгений Егоров. На турнире он провел свой 129-й бой. Что же, прежде всего, необходимо иметь начинающим боксерам, чтобы успешно проводить свои бои? Большой спортивной выдержки. Это потому что поражение каждое, оно очень больно бьет. И это нужно вытерпеть, выдержать терпение крепкого и работать гораздо, чтобы быть сильнее, чтобы никаких сомнений ни у кого не было на победу. Вот. И, ну, работать и работать нужно. Самые зрелищные поединки турнира проходили в весовой категории 80 и более килограммов. Ну, если честно, я просто давно не боксировал с чемпионата Москвы. Просто ноги чуть залиты, из-за этого чуть трудно было двигаться. А так, да, вчера тоже тяжелый бой был. Ну, удача на моей стороне сейчас была. Ну, так вообще сам доволен, как вот выступил? Ну, если честно, я недоволен. А почему? Ну, мне кое-что нужно будет исправить на тренировках, поработать над ошибками. Стоит отметить, что почти все сергиопосадские спортсмены подошли к этим соревнованиям в своей наилучшей форме. Прежде всего, это заслуга их тренера Сергея Грибкова, который признается, что будущих чемпионов растить нелегко. А еще более тонкая наука настроит ребят на победу. Ну, во-первых, лучше не говорить, наверное, ему до боя, с кем он, что, как. То есть, а уже бой покажет, его просто готовишь психологически, чтобы он, как говорится, работал, ни о чем лишним не думал. Только о бои. Сосредоточился на хорошего противника. Любого противника нужно уважать. 14-й турнир памяти Виктора Григорьева прошел успешно. Спортсмены продемонстрировали свои возможности. Поборолись с соперниками. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Большинство боксеров показали высокий уровень технической подготовки и хорошую физическую форму. А сергиево-пасадские спортсмены чаще всех поднимались на заветный почетный пьедестал. Праздник бокса состоялся, но главное – дело мастера спорта СССР по боксу Виктора Григорьева живет. Ирина Самойлова, Любовь Лукашина, Михаил Жичков, Сергей Сацков. День города. Продолжение следует...